Всем привет, ребятки, меня зовут Пиксель, и сейчас я нахожусь в нашей миниатюрной, миленькой, маленькой деревушке, ребята. Я очень рад, что вам понравилась эта рубрика, потому что она мне тоже очень понравилась, и сегодня, ребятки, мы будем продолжать уменьшать нашу деревню до неузнаваемости. В прошлой ролике, собственно, в прошлой части, ребята, мы, собственно, измельчили, можно так сказать, уменьшили. Мой дом, он получился вот таким вот, очень компактным, также измельчили, уменьшили, неважно, кузницу Кампота, и, собственно, занялись вот этими маленькими грядочками. Сегодня, ребята, мы с вами уменьшим церковь, уменьшим колодец, и, если у нас останется время, уменьшим несколько вот таких вот маленьких домиков. Я, кстати, ребята, что решил? Значит, сразу берем топор, а вот что я решил, ребята. Я хочу всю деревню немного сместить, то есть я не буду, например, церковь перестраивать на этом же месте. Я ее смещу немного влево, чтобы действительно экономить место в этой деревне. Давайте сразу же начнем. Значит, давайте сначала осмотрим, возьмем все необходимые нам материалы. Вот возьмем дверь, которая здесь располагалась, булыжник, ребятки, возьмем вот эти ступенечки. Возьмем стеклянные панели, ребята, залетим внутрь и проверим, чтобы здесь ничего не было. Точнее, чтобы было, чтобы мы взяли все, что тут было. Так, ну и, собственно, здесь самый обычный верстак, печечка, кроватка, ну это, знаете, ребята, такие обыденные вещи. Знаете, в чем сложность этого дома, ребята, в том, что здесь, собственно, будет два этажа. Вот это действительно, ребята, проблема, как я считаю, потому что это будет сложнее, ну, так сказать, воссоздать. Так, здесь я все смотрел, ребята, и, в принципе, я готов, готов творить. Так, что мы делаем? Для начала выделяем область, которую нам нужно будет сейчас удалить. Так, отлично, выделяем это и выделяем вторую точку, которая у нас будет располагаться вот здесь. И волшебная команда, ребятки, сет 0, мы это все дело отсюда удаляем. Давайте сразу сделаем травушку-муравушку. Все по старой нашей доброй традиции, ребята, устанавливаем травушку-муравушку. Ой-ой-ой-ой, немного, ребята, не так я установил травушку-муравушку, вы уж меня за это простите. Устанавливаем травушку-муравушку вот здесь, так, отлично И ломаем вот этот вот блок Теперь, ребятки, мы смещаемся немного влево и начинаем делать нашу церквушку Так, проход у нас будет, ребята, вот здесь, сразу подъем И сразу начинаем делать церковь Значит, смотрите, здесь у нас будет вход, собственно, в эту церковь Соблюдаем все блоки, ребята Так, делаем вот такой вот входик, замечательно И теперь располагаем миниатюрный, собственно, так сказать, холл этой церкви Даже, наверное, ребята, можно еще меньше, чтобы, знаете, прям вообще скомпоновать Так, давайте вот так вот, отлично, замечательно Даже, ребята, представляете, сюда даже стеклышки поместятся Так, отлично, здесь сделаем вот такую вот стену А здесь вот, собственно, сделаем те самые стеклышки Снова, ребята, курятины наблюдают за нашими постройками А мы продолжаем, опять же, с вами творить Так, вот тут мы сразу располагаем одну лестницу, ребята Факел мы, собственно, сейчас поставим обязательно Так, давайте, наверное, лучше сделаем как-нибудь вот так вот Немножечко на один блок все-таки поднимем, чтобы факел расположить, ребята Так, давайте сюда... Ай, факел сюда не ставится, к сожалению. Хотя мы можем сделать, в принципе, вот так. Отлично, сюда мы можем подняться, ребята, и смотрите, здесь мы сделаем, конечно, немного, наверное, немного некрасиво, хотя давайте попробуем. Так, нам нужно сейчас будет выдвинуть, ребята, вот так вот на один блок, знаете, сделать такую как платформочку, мини-мини платформу. Так, отлично, выдвигаем, и давайте, чтобы это выглядело более выразительно, мы это сделаем как-то вот так. Так, я понимаю, ребята, что на церковь это, в принципе, и будет не особо похоже, это будет уже, знаете, какое-то ноу-хау-изобретение с моей стороны, но, в принципе, ребята, знаете, даже выглядит очень даже неплохо. Если даже вот эти вот боковые блоки убрать, мне кажется, даже так будет выглядеть гораздо лучше, поэтому давайте так и сделаем. Так, убираем, отлично, ребятки, и теперь, собственно, здесь мы располагаем ту самую комнатку священника, или неважно, кого эта комнатка. Так, значит, делаем тут раз, два, три, так, устанавливаем всё необходимое, дальше застраиваем тут всё, ребята, обязательно застраиваем. Наверное, церковь, ребята, можно было сделать ещё больше, и, кстати, вы мне отправляли свои фотографии уменьшенной деревни, ребята, мне очень понравились некоторые работы, и даже некоторые работы, ребята, я сегодня попробую воплотить в жизнь, потому что там настолько прикольно уменьшали эти домики, вот эти маленькие, к которым мы сейчас вернёмся, ребята, конечно же, после того, как мы сделаем из колодца самую настоящую лужу, ребята. Так, отлично, здесь мы тоже всё сделали, добавляем тоже вот такое вот стёклышко из двух стеклянных панелей, отлично, так, устанавливаем, здесь делаем, ребята, то же самое, в принципе, абсолютно симпатичное. Минометрично устанавливаем стеклянные панели, а здесь сделаем полностью вот такую вот полную полую стену, или как-то так это называется, ребята, надеюсь, я правильно сказал, если что, поправьте меня в комментариях. Застраиваем это всё, также, ребята, не забываем про то, что у нас должен быть выход на крышу вот с такими вот парапедиками, вот если можно так выразиться, как такой балкончик. Давайте подъём на этот балкончик сделаем где-нибудь вот тут, так, отлично. И, в принципе, ребята, вот, то есть мы можем сюда так вот подняться, залезть, и, в принципе, наша церковушка, ребята, готова. Я понимаю, ребята, что на церковь это не особо похоже, но, тем не менее, цель выполнена, все блоки мы, собственно, использовали, ребята, ни одного блока мы не пропустили, и поэтому прямо сейчас мы можем, собственно, отправляться к нашему колодцу. Возьмём всё, что у нас тут есть, ребята, вот это, наверное, лучше, знаете, всё удалить и начать с чистого листа. Берём все необходимые нам блоки, ребята, так, отлично, замечательно, теперь выдаём нам нашего старого друга, ребята, выдаём наш топорик, и выделяем наш колодец, опять же, с помощью волшебной команды, точнее, сначала с помощью волшебного топорика, а удаляем его уже с помощью волшебной команды сет 0, отлично. Теперь вот тут сделаем, ребята, немного гравия, так, отлично, вот тут тоже, в принципе, можно сделать немного гравия. То есть, знаете, теперь мы всё это дело выровняем, хотя, ребята, знаете, я что подумал? С другой стороны, можно колодец ещё сместить, ещё сильнее влево. То есть, ребята, значит, смотрите, что мы делаем Сейчас мы вот это всё тут застраиваем Делаем обычную, самую обычную деревенскую дорожку Так, давайте быстренько всё поправим без топорика Потому что так, наверное, будет даже немного побыстрее Так, замечательно, есть Слушайте, ребята, мне действительно нравится, как у нас это получается Знаете, так всё быстро и на одной волне Как прокачка деревни, ребята, только что-то более новое Прокачка в мини-деревне, если, конечно, можно так выразиться Хотя я думаю, что можно Так, выделяем, точнее, ставим сюда блоки И теперь колодец, ребята, у нас будет располагаться вот здесь Значит, смотрите, что мы делаем Мы выкапываем дырку сначала 2х2 для колодца Значит, тоже, как там было, сделаем вот так вот сначала То есть, так, копаем его И сделаем вот такую, действительно, ребята, небольшую лужу Там какой-то проход, но это не важно Так, вот тут мы всё, ребята, заменяем Так, заменяем, заменяем, заменяем Отлично, ставим, ставим Всё замечательно, ребята, действительно, получается, какая мини-лужица Так, яичко нам не особо понадобится Так, заливаем сюда водичку, ребята Заливаем и устанавливаем теперь тот самый парапет, ребята Тот самый парапет мы сейчас с вами установим Немного, конечно, не симметрично Хотя, ребята, в принципе, колодец не может быть симметричным Потому что у него такие пропорции Ставим два ведра с противоположных сторон Поднимаем это все дело, ребята, на три блока На три, даже, наверное, стоп Какие три? У нас же мини-деревня Поднимаем, ребята, это все на два блока Отлично И устанавливаем сюда тот самый навес Чтобы в колодец никакая там грязная вода, ребята, не затекала И никакие жители с воздуха не падали Устанавливаем, ребята, фонарики Так, отлично Вот с этой стороны еще нужно Так, вот этот фонарик личный, нам он не понадобится Тут ставим И вот с этой стороны тоже устанавливаем И посмотрите, ребята, мини-колодец готов Вот эту телегу можно еще, знаете, куда-нибудь вот сюда подвинуть Чтобы вообще было все прекрасно Так, подождите Отличненько, ребята Потом еще можно это будет как-нибудь задекорировать И смотрите, ребята, вот что мы уже уменьшили Просто помните, как было раньше И как теперь это выглядит сейчас Я просто, я очень доволен своей работой, ребята Так, давайте теперь мы тут немного засадим Чтобы площадь не казалась такой пустой И сейчас, ребята, вот это вот все мы отсюда убираем Нам это сейчас не понадобится тут Потому что мы сейчас, ребята, будем смещать вот эти вот самые маленькие домики Давайте вот это все убираем из своего инвентаря И берем необходимые нам материалы Так, отлично Залетаем сюда и берем то, что у нас есть тут Отлично Все взяли, ребята И теперь можно это дело сразу, ребята, выделять Выделять с помощью нашего дружище, друга Уже верного товарища Выделяем домик И полностью, ребята, одной волшебной командой Опять же, просто его отсюда удаляем Отлично Теперь давайте травушку-муравушку сюда поставим Для полноты картины Так, сет 2 Отлично И тут, в принципе, тоже можно поставить травушку-муравушку После того, что здесь располагалось Замечательно И теперь, ребята, буквально один домик Потому что время уже достаточно много Так, топорик нам сейчас не понадобится Так, берем дуб, ребята, и начинаем творить Значит, смотрите, что мы делаем Сначала нам нужно сделать фундамент Один из домиков мы, например, сделаем вот тут Чтобы, опять же, экономить место в нашей деревне Чтобы деревня действительно была мини-мини Так, отлично Устанавливаем И дальше, ребята, как там идет? Вот прямо отсюда Там три блока А мы сделаем, естественно, все очень-очень маленьким Так, отлично Замечательно, ребята Значит, смотрите Дальше нам нужно поставить сюда дубовые досочки Так, отлично Стеклянные панели ставим Ага И все равно нужно поднимать на один блок, ребята Но, тем не менее Домик все равно будет гораздо меньше Устанавливаем сюда еще дуб Сверху ставим еще дубовые доски Отлично Все блоки использованы Даже пропорции немного соблюли с вами Так, сверху я, получается, устанавливаю Подождите Давайте проверим, что мы там устанавливаем Получится нет Обычный дуб мы тут устанавливаем Отлично А здесь, ребята, мы устанавливаем вот так Ой, точнее, вот так И сделаем вот так То есть так же сделаем, как и в том домике И, в принципе, ребята, отлично Значит, смотрите, что мы делаем Теперь экономим место Ставим ящик, собственно, в пол А бочку, ребята, поставим на ящик Конечно, столик сюда не поместился Но, тем не менее Даже давайте, знаете, наверное, как сделаем Сюда поставим наш булыжник Вернем его на свое законное место Сюда, ребята, встроим ящик А сюда поставим бочку Таким образом, ребята, мы можем открывать и ящик И бочку Замечательно И, ребята, наверное, всё-таки на этом сегодня всё Вот такие вот сегодня у нас прокачки получились В мини-деревне, давайте это всё уберём Нам это больше не понадобится Если вам понравилось, ребята, видео и нравится эта рубрика То обязательно ставьте лайк И знаете, я пока с вами разговариваю, заметил, что у нас именно вот в этой площади, ребята Очень пусто Давайте тоже тут засадим Фонарики мы тоже, конечно же, потом, ребята, всё сделаем Всё заменим, ребята Но ещё будет не один выпуск, потому что вам очень понравилась эта рубрика И я этому очень и очень сильно рад Ещё раз, ребятки, обязательно пишите в комментариях И отправляйте мне ВКонтакте Свои, собственно, идеи или свои постройки уменьшенного варианта Потому что посмотрите, как сильно мы уже сжали нашу деревню Просто по максимуму Помните, какой она была, ребята? Я, кстати, в прошлом видео почему-то не вставил скриншот Вот сейчас, ребятки, я показываю скриншот, какой она была То есть вот это место И сейчас вы посмотрите, какой, собственно, деревня стала Именно вот в этой местности, где располагались там буквально два домика, ребята И две грядки А тут у нас уже, ребятки, два домика Две грядки, маленький домик, церковь и колодец И всё это, ребята, в одном месте Поэтому, знаете, ребята, это даже выглядит действительно круче Потому что мы можем сделать таких много домиков Потом сделать, знаете, такой мини-городок Мини-поселение, мини-вариант Знаете, всё будет у нас мини-мини-мини Ещё раз подписывайтесь, ребята, на канал Ставьте свои максимально большие лайки Ребята, потому что хоть что-то в этом видео должно быть большое Например, ваш большой палец вверх Ещё раз всем удачи, ребятки И пока